Иван, Виктор, вы прям как-то очень рады меня слышать. Ты поверишь, последняя игра Best of 3. Это ты уже дома, а я еще не дома. Что ж, ESP Shock Therapy Cup, это Team Yehag, они же бывшие Pretty Boy Swag, которые под этим тегом поступали на MLG против Speed Gaming International. А, это они Yehag? Я думал, это две разные команды, Yehag и Swag. Нет, это одна и та же команда. Что ж, ну, СВЭК неплохо смотрится в последнее время, на самом деле. Ну, они поднялись, очень сильно поднялись. Да, после MLG, я прям помню, у них был даже, они обыгрывали кого-то, ну, приличные команды, они обыгрывали. Так что, да, тогда я понимаю, почему они так неплохо смотрятся. Что ж, Чен Тракбер Найт для обнимашек, Speed Gaming International забирает кристалл, бизажа, и Луну в бане находится Никс Рубик Виноманцер Банша. Кстати, первым баном ушла. Очень не любит ее Speed Gaming. Да, я вот, на самом деле, за ними не так часто слежу, поэтому не знал этого. Да, постоянно банят ее First Ban. Ну, это какая-то фобия, я не знаю, ее не так уж часто пикают, но, видимо, Speed Gaming вообще, вот, кого-кого, а именно, его боятся. Ее. Странно. Пять секунд remaining. Пять секунд remaining, что же третьим пиком? Есть саппорт, есть, скорее всего, мидер. А, в общем, ДК. Ну да, ДК редко очень. Керри, это такой себе. Ну, вообще, что касается пиков у их акт, то они вот, еще на MLG, я помню, они, ну, то есть я не смотрел их матчи на ESP, вот они забирают Бэйна, но я еще помню, что на MLG они играли такими пиками, эм, таких двухмесячной давности, так сказать. Были всякие манусы, такие достаточно олдовые пики, не совсем подходящие под эту доту, такое ощущение, что они вот смотрели реплей команды, думали, о, вот это вот классный пик. Совсем не обращали внимания на то, когда этот был пик сделан, точнее, когда это использовалось. Ну, и вот ДК не очень часто появляется в пиках, хотя, в принципе, имеет место в нынешней доте. ДК очень сильный, но ему нужен, как минимум, там, я не знаю, второй, драгонформа, и какие-то артефакты, что он мог бить, что-то, без, непосредственно, артефактов, герой бесполезен, ну, да. Ну, как и многие, на самом деле, герои. Большая кучка мяса и так далее. Если многие герои имеют хотя бы, там, качественные дизейплы, станы или дебафы, то ДК это такое. Ну, на самом деле, вот, взяли под муть четвертым пиком спидгейминг, очень любят они этого героя. Использует его на любой роли, как мидер, так и керри, так и оффлейнер. Очень хорошо у них получается играть им. Непонятно, почему его не забайнили ехать, потому что они боялись других героев. Радиант-тим-бан. Фурион взлетает четвертым пиком ехак, и начинается последняя стадия банов. В целом, пока у спидгейминг вырисовывается очень неплохая трепла из... Вот, кстати, может быть, если луна пойдет в соло в пролете Фуриона, в то время как визаж, кристот, мейт и мирана пойдут в харду. Или же это будет какая-нибудь медовая мирана, или оффлейнер. Я думаю, что это, скорее всего, оффлейн будет в атма, а мы сейчас еще увидим мидера. Хотя, возможно, это мид с дабл луной, как это было у фнатиков. Уже, ну, спидгейминг решили себе что-то перенять, так сказать. Ну, посмотрим. В любом случае, пока не совсем я понимаю, кто куда пойдет. Спидгейминг, опять же таки, потому что мирана у них вообще универсальный герой. И задумка... Ну, в любом случае, вот эти два саппорта, ЦМК и Визаж, это очень сильные саппорты, однозначно. Ну, а у их так, в принципе... Тоже потенциал неплохой для драк, но больше вот для пуша. Резерв-тайм. Тот же Чен, Фурион, ДК и, может быть, какой-то еще будет подходящий керри. В принципе, Герокоптер неплохо справляется с этим. Тут мне говорят, что Сэдбойс это бывший пройти бой с ВАК. Сэдбойс это, по-моему, Артизи и компания. Сэдбойс, да, но вообще... Это никак не пройти бой с ВАК. Это Демон и компания Пройти Бой СВАК. Были потом... Точнее, до Пройти Бой СВАК было... У них название другое, что-то тоже такое смешное. Какой-нибудь там, по-моему, СФ, что-то там любит печенье или что-то такое. Ну, короче, у них было еще одно смешное название. Достаточно. Ну, вот... Решили они теперь обнимашками стать. Не знаю, почему они так так меняют, кстати. Ну, и, кстати, за них играет МСС. Это тот самый МСС, который... Играл за ЕГЭ в свое время. Выступал на... ДСВЦ. И... Опять же таки, в свое время ФИР о нем высказывался очень хорошо. Говорил, что этот... Игрок станет... Одним из лучших керри в мире, но... Не пошло. Не пошло. Что же, Пак? Медл заезжает, ну и становится понятно, что все-таки Патма пойдет. Ну, хотя, если вспомнить времена первой дотки и начало второй, то Пак это был одним из самых частых оффлейнеров. Да-да-да. Наряду с ВРК и еще с кем-нибудь. Был Пак, всегда были ферс-пиками или банами, потому что они были топовые оффлейнерами. И сейчас Пака там увидят, что это очень редко. Кстати, интересно, почему. Вроде как его не нерфили в чем-то. Ну, просто доты меняются. Ну, на самом деле, Пака оффлейн использовали и Фнатики не так давно. На нем играл Ханни, еще до третьего интернешнала. Ну, как, не так давно, до третьего интернешнала, я отчетливо помню. Было такое, было. И все ливают. Забирают гирокоптера, как я, в принципе, и говорил. Забирают гирокоптера и я ливаю. Да. Так, а что случилось? Я так понимаю, что Эрихост? Ну, похоже на то. Так, что-то я не в эту игру захожу. А у меня вообще нет лобби еще. А, так новый пароль. Ага. Ага, секунду. Где ты, факер, где ты, я тебе кидал? Кому-то спалили, походу, пароль, что ли? Вряд ли. Там не дай стартануть. Ну, я сам-то зайти не могу. Ты же сказал пароль другой, нет? Нет, нет. У тебя пароль есть. Я тебе кидал, который в конфу. Не в конфу, точнее, в личку. Ну, вообще нет пока. Есть, я уже зашел. Ты мне в личку кидал, но я вот прописываю. Короче, вот. Сейчас. Все, сейчас должно быть там. Я на русском водил, я гениальный. Красава. Так, все, теперь я есть. О, нет у кого-то их hack. They good for players. Ага. Что-то не нравится, короче. По-моему, не может нормально игра стартануть, что ли? Из-за того, что много очень людей в лобби сидят. Если я не ошибаюсь. Да, тут типа на шестом канале сидит аж... Ну, только что сидел четыре человека, теперь три. Не, ну вообще четыре, вроде это нормальное количество. На самом деле я считаю, что это уже ненормальное количество, потому что... Куда? Типа четыре, ладно, типа два комментатора, один статист, кто там четвертый, абузер билета? Ну, не знаю, может быть. Просто три комментатора. Вот, например, как на интернет, что ли у Китая уже был, это трансляция Китая, по-моему, там три комментатора. Одна женщина и два мужика. Женщина что, показывала грудь просто? Женщина разговаривала... Ну, наверное, в Китае это милый голос, но учитывая, что я еще не помню ни одну китаянку с милым голосом, все как-то очень быстро говорят и резко. Короче, был не очень милый для меня. Ну, не знаю, по-моему, четыре это нормально. Ивану китайский женщина не милый, по крайней мере, голосом. По крайней мере, голосом, да. Тут ты прав. Ну, собственно, началась у нас опять игра, не взял героев только М... Нет, не МСС, этот Ауи забрал себе. Как ты думаешь, кто сильнее, Визаж Ауи или Визаж Флая? Блин, вот сказать честно, мне кажется, все-таки Визаж Флая, потому что... Ауи все-таки изначально он был керри игроком, и с Дендином за Фнатиков он играл как керри, но... Не знаю, как-то он на саппорте мне не очень нравится. По-моему, он на керри был намного сильнее. Опять же-таки, и Флай в свое время тоже на керри сидел еще в далекой первой доте, за каких-нибудь там Zero Thrive на Ассусах. То есть, был такой... Ну что ж, кто на ком и кто куда. Команда Speed Gaming International. Five Light Die. Crystal Maiden. Eternal Envy. Луна. Синг-синг играет, конечно же, на Патме. Ауи 2000, ничего удивительного. Визаж Бонус 7 играет на Паке. Команда Яхака. Панда Эго. Чен Кейкс играет на Фурионе. Рую Борус играет на Драгон Найт. И МСС играет на Гирокоптере. И Айма Шип играет на Бене. Ну, на самом деле, вот про этих ребят, наверное, все-таки ты можешь больше говорить, чем я. Потому что я не смотрел первый день их выступления. Поэтому я не совсем знаю, как они играют, какой у них стиль. И насколько они хороши или плохи. Ну, начнем с того, что они все-таки лозеров, значит, не совсем хороши. Я могу сказать так, что ребята поправили свой тимплей и вообще умение играть в виде недоту с момента MLG. И, по-моему, они же и обыграли Speed Gaming International и отправили их в лозера, если я не ошибаюсь. По-моему, это так и было. Да. Да ладно, как Ехак могли их обыграть и потом упасть же на них? Ну, как обыграли? Нет, Ехаги... Отравили в лозера. Нет, Ехаги и Роксов. Прошли дальше, слились. Нет, Ехаги и Роксов в первом же раунде. Роксов выбили в первом раунде. А вот, значит, они обыграли Роксов. Ну, а потом? А потом? Вот сейчас матч. Они проиграли свой первый матч против Speed. Как раз их Speed скинули вниз. Там они обыграли Роксов на американском сервере. Вроде как на американском сервере. Не уверен. Ну, Роксов они там, кстати, нормально проехались, я могу сказать так. Достаточно уверенная победа была. Ну что ж, смотрим разбег по лайнам. Вроде как, Дабла плюс Чен в лесу будет на топе. Бэйн будет саппортить Гирокоптера. В миде АТК, как и предполагалось. Ну и на ботами будет Тайк Кейкс против Триплы. Очень агрессивный. Ему на лайн здесь, наверное, вообще лучше не выходить. Потому что есть, чем подцепить. Тепаул здесь на морозе сделать не получится. Есть и колбы, и бим, и что угодно, чтобы это все сбить. Кстати, действительно, но... Ну, в лесу все равно ему ничего не светит. Потому что там уже есть Чен. Ну, как бы, было тоже, опять же таки, в свое время любили просто отдавать линию. Вводить всякие Тарксиры Фурионов в лес. Ну, вот, в последнее время, несмотря на трудности, все равно стоит в лесу. Вот, кстати, очень хорошо находится он вард. Фурион разбивает его сразу с Энтривардом. И будет чувствовать себя чуть-чуть получше. Тут же колба. Ну, и не дают, не дают Тарантам отвести крипов. Спидгейминг играет очень уверенно. Заблокировали весь возможный подход Экшперинса к Фуриону. Ну, и Луна просто должна держать теперь лайн. Не пропускать Фуриона. Ну, да, кстати, пак-то стоит на уфлейне. А, вместо этого Патма. Да, мы только вспомнили про это, то, что в теории это возможно. И как раз именно эту задумку и решили использовать. Ну, да, спидгейминг, знатный мидер у команды. Ну, вообще еще и знатная Патма, скажем так. Да, вот сейчас он это продемонстрировал. Не попав стрелой вплотную по ДК. Ну, бывает. Бывает. Разыгрывается. У вас обсуждение в чате. Кто самый сильный керри? Ваше мнение, Иван. Кто самый сильный керри? Ну, помнишь, мы как-то с тобой играли. Ты был на войне. А вот после нового введения, я считаю, что Войт однозначно самый сильный керри. Да, 1000 мс, и там даже не обязательно запрыгивать и как-то ставить удобный купол. Достаточно зацепить краешком и в секунду добраться до цели. Да. Я считаю, что Войт, да, один из самых сильных керри. Но это ситуативно, опять же, если... Его может зависеть от инициации. Допустим, тот же Doom с рефрешером и хиксом может запрыгнуть. Если первый подцепит Doom, то тоже его не выпустят. Не, ну, если говорить вот именно один на один, кто самый сильный керри, то я бы отдал предпочтение именно Войду или Спектре, наверное, все-таки. Думаю, Спектром может что-то сделать ему. Ну, а так вообще сложно говорить, кто сам из-за, потому что все-таки Dota игра 5 на 5, в первую очередь. И от задумки может многое зависеть. Ну, да, действительно, у каждой керри, там есть керри, которые очень мобильные, и их трудно поймать. Есть там, наоборот, который сам вроде как ловить начинает уже с 12 минуты. Да, действительно, вот, кстати, подходит Bon7 зачем-то. Непонятно, ему не понравилось. Он, кстати, очень много демольств сейчас наловил, а курсы там и так далее, и приходится масса даритироваться. А в чем задумка-то была? Второй левел Bon7, как он, ну, за счет чего он может гонгануть? Неужели там Арба хватит для того, чтобы убить ДК того же? Не, ну, если, конечно, 5-секундный от Синг-Синга прилетит, то со вторым Старштормом, который имеется, есть возможность такая и щемануть. Ну, мы видим, 5-секундный не было. В общем, по-моему, сейчас Bon7 просто теряет время и забирает экспу у Синг-Синга. По-моему, столько было. Я просил добавить в доте или же добавить в себя. Сейчас, секунду, я совсем чуть-чуть добавлю. Тебя? Да. Ты тише стал? Ну, я же убавился в прошлой игре очень сильно. Лол, я думал, я все равно тихо. Кстати, тут цепляют Bon7 и, скорее всего, нет, Bon7 уходит. Уходит, уходит, да, не пошло. Ноу, говорит. ДК, ДК, судя по всему, да. Сейчас, секунду. Внизу формит ЕСАМА. Там на топе уже вышка начинает страдать, потихонечку с катапульты подошли, но снести, конечно, не получится. Бейный гирокоптер не самые лучшие такие. Ну, нужен Чен, но вот Чен предпочитает... Вот, да, выходит он на верхнюю линию, на топ, и будут, скорее всего, забирать сейчас Тауру. Или нет, Чен решил обойти Панк. А почему нет, на самом деле? Сейчас, если поставится ракетка... А нет, нет, ракетки, поэтому... Bon7 просто уйдет, значит, с Иллюзори Уорба. Ну, а вот после того, как он уйдет... Так, Слип! А вот это очень здорово! Иллюзори Уорб пролетает, тут же стан. Ну и просто изничтожают. Классная игра, на самом деле, от ЕХагов. И сейчас Чен вышку они могут забрать. Очень здорово! Очень грамотно Плэйн выждал, да, действительно. Подождал, пока тот кастанет Уорб, и... Отлично, Фёрст Батт, очень грамотный. Но сразу возвращается сюда Пак, и не даст так просто запушить. Есть Слоу, там попытка цпануть Кейкса. Ой, как же больно, прилетает по Дауру. Луны, еще один Бимчик. А, ничего себе! Там бешеный Рейндж просто, на самом деле. Очень, Луна далеко сейчас кинула Бим. И еще становится 1 на 1, пятая минута. Да, хорошая ответочка от Спидгейминг. Но тут вот, кстати, бежит ДК. Может будет перехватывать. Ну, вряд ли он догонит, конечно. Так, Пандега. Сейчас может погибнуть Пайлайдай. Должна быть Коба. И... Где Ароу? Ароу? Ну, тут такой, сейвовый Ароу. Вариант... Брэдфайер, Пайлайдай. Ну, Пайлайдай отсюда не уходит. Да, он по-любому погибает. Закупает себе еще 2 ТП. Потратил все деньги. Осталось 30 золота. Тут еще Шадоу от Патмы. И... Пирог живет. Пирог живет. И будет сейчас уходить с ТП-аута. Брэдфайер в никуда. Просто пытался угадать. Да, с ТП спокойно уйдет. Очень повезло Пайлайдайу. Там первый удар нанес, собственно, ДК не с ХГ. И поэтому промахнулся в Драгонформе. Так что... Повезло на мисс, я бы сказал. Я что-то знаю о миссах после турнира 1 на 1. Да, ты играл на турнире. А, да, я помню, ты рассказывал. 4 или сколько миссов с лоу-граунда по одному хиповому типу. Это было жесть. Не повезло, бывает. На самом деле, все-таки собираются оба героя, и Фурион, и Чен в рису фармить. Ну, не знаю, насколько это хорошо. Синг-Синг, Ароу, Драгонайт ловит 5 секундочку. Просто бешеный. Что же, створил сейчас Синг-Синг, у него дабл дэмэдж, 4-ый старшторм, и он просто ДК здесь испепелил. Как же за... Я вообще не представляю, как он попал. Как он это все рассчитал. Но это такая 5-секундная плюха была. Да, очень хорошо сыграл Синг-Синг. У него уже вторая стрела есть, восьмой левел. Отлично играет. Ну, и ехагам нужно пушить. Им реально нужно пушить. Я считаю, у них есть Пурион, у них есть Чен. Есть базилка. И, как говорил в свое время Артстайл, есть базилка, можно пушить. Ну, как бы... Не, на самом деле пушить им будет очень трудно. Здесь есть ЦМ-ка уже 4-го уровня, а есть Патмасс с 4-ым старштормом. Все крипы и так далее будут останавливаться очень быстро. Ну, вот, они, по-моему, они, может, потеряли то время, когда они могли это сделать. Они могли это на третьей минуте сделать, могли вот на четвертой, когда ФБС сделали, запушить. Ну, теперь, да, у них будут определенные проблемы с этим. И на Меду же Пайлайдай и Ауи выходят, никого не находят. А, нет, вот, помигал Ауи сейчас, видимо, будет проверять Чена. Амошип, должен быть слоу, начинает щемить. Колба ЦМ-очки, полетит ли Ару, Арули прилетает 5-секундный. Ну, и Бэйн отправляется в таверну, сюда прилетел Гирокоптер. Он, кстати, 6-го уровня, сейчас может быть колдаун. Синг-синг совершает серию убийств, но даблкилл забирает все-таки Гирокоптер. Да, очень вовремя подошел Гирокоптер, забрал все два фрага. Ну, хорошо, для него. Ну, а что тут делает Этернал Энви? Мне не совсем понятно, что он делает на миде. У него есть Мидас, 800 голды банка и... Банка его, да, и ботинок. Ну, знаю, ему, наверное, стоит фармить все-таки. Так, у него есть возможность. Кстати, ДХ заходит снизу, может, будут пытаться забрать ЦМ-ку. С фуриоманом может получиться, да. Да, здесь проблема ЦМ-ки, хотя есть сейв ТП, но... Расхристовалось неплохо. ДК уже забрали и не отпустят отсюда Кейкиса. Куда он тут собрался улетать? Даблкилл для Этернал Энви. Да, я считаю, что неплохой размен ЦМ-ки на мидера и оффлейнера команды ЕХАГ. Ну, и главное, что Даблкилл забирает именно Луна. Это очень важный момент. Пытается Гирокоптер отпушить чуть-чуть крипов от Мида. У него это удается. И Тауэр пока не пушится. Наверху подфармливает Бэйн. Пятый левел у него уже. Ну, а по счету вообще уже дважды умер ДК, дважды умер Фурио. Синг-синг идет 3-0. Почти десятый уровень у нее имеется. И 2000 на руках. Новый подспанули ДК. А Роу, ну, мог бы подождать, но тут Дримкоилл все равно запрыгивает. Вон у Севен. Есть Сайланс. Старшторм четвертый уровень у падает. ДК в очередной раз отправляется в таверну. Пытался там отпиться как-то ботлом, но не пошло. Гирокоптер, будет ли колдаун? Нет, не стал. Хотя можно было попробовать. Кто-то жалеет гирокоптер колдаун. Да, могли бы спокойно, наверное... Ну, не спокойно, но могли бы еще, в принципе, зацепить какого-то героя у спидгейминг. Решил этого не делать. Останавливают пуш на топе, там две урцы к вышке подошли и решили провести фортификейшн. Чтобы хоть как-то засейвить вышку. Что у Чен? У Чен, а скоро Мека. Одного УСАЧа он за Денайл. Ну, а внизу по-прежнему фармит Этернал Энви. Есть у него уже Доминатор. И ставится пауза. Секунду. Не игры без паузы просто. Да, какие-то паузы неприятные очень идут вообще. Паузы не бывают приятные. Ну, бывают такие, знаешь, 10 секундные, короче. Легкие паузы. Легкая пауза. Да. Что у Эмпайра было. Ну, надеемся, что сейчас никаких проблем не будет у спидгейминга. Пока они вроде попросили просто сек. И сек давно уже прошел, если что. Ну, да. Ты прав. Что-то рисует полный капкан какой-то. Коу пишет игроки команды спидгейминг. И игра продолжается. Ну, на самом деле, очень много артефактов у Луны. Ну, уже она является топовым фармером на карте. 5500 у него есть. Далее следует Синг-Синг. 4800. Ну, и где-то там, далеко, пытаются что-то нафармить. Гирокоптер у него 3900. Для 10-й минуты это сильный отрыв. Цемочка 6 уровень. Новый год, правда, не прокачала, а расстроила меня. Я хотел бы увидеть масс-файт под Новым годом. Цемочки на ранних минутах. Террибл, террибл дэймидж, как сказал бы Роман. Да, действительно. Ну, забирая... Нет, не забираю. Да, забирая ДД. Патма. Что будут делать дальше спидгейминг? По-хорошему им надо пропушить. Они стесут мидл. Я думаю, тут без вариантов. С дабл дэмиджем Патмы. Фулл мана сейчас может уронить Старшторм. Да, что и делает. Забирает всех крипов. Мидлс, кстати, появляется у Синг-Синга. С макия заходят саппорты команды Ехак. На мид. И похоже, сейчас будет драка. Тут же и ДК есть. И в Смок уходит спидгейминг. Находит Пака. Ну, надо... Такое себе Пака находить, на самом деле. Отличный Дримкоил. Цепляет и Чена, и всех. Прилетает Ульфуриона. Все равно выживает Бонус Эвен. Ну и отпустит ли отсюда Чена? Ой, с дабл дэмиджем. Как много дэмидж залетает. И фамильяры висят на спине. Синг-Синг с даблой расстреливает. Но тут Аро будет через секунду. Да. Кулдаун. Забегает Геррокоптер. Понимает, что это ошибка. И уходит обратно. Дабл килл от Ауи. Пака забрать не получилось. То есть, очень классная игра от спидгейминга. Они по-прежнему держат противника, так сказать, в ежовых рукавицах. Не давая вообще никаких шансов в масс-файтах. Не совсем понимаю, на что рассчитывали Яхаги, когда у Чена было два сатира. То есть, не было ни стана, ни замедления. То есть, ни сеточки. Такой сеганг, на самом деле. Ну и тем временем пропушил одну вышку внизу Этернал Энви. Не, он её не очень хорошо пропушил. Он оставил её Фуриону. Фурион её заденайл. А, заденайл точно. Я не обратил на это внимание. Но, в целом, всё равно всё хорошо. У Этернал Энви есть у него Мидас, Доминатор и ПТ. Уже делал... Нет, не делается стаки. Синг-синг забирает себе руну Хасты. Есть у неё Мидас. Я не знаю, почему не бросается. Если он пойдёт сейчас на каких-то больших крипов. А Роу... Не знаю, почему в крипа там. Какой шанс был вообще попасть Геррокоптера. Что он там должен был вытворить, чтобы под эту арму подставиться. Он, скорее всего, пытался от Бэйна подстанить через крипов. Но попал по крипу просто. Что, Этернал Энви продолжает пушить ботом. Доминатор, ПТ, Мидас, Тысяча на руках. Ну, наверное, следующим айтемом появится какая-нибудь Яша и пойдёт в манту. Не старается он даже ласт хитить крипов. Больше старается подпушить лайн. Сейчас автоатаха и просто бомбил. Ты видел, что она тут делала? Нет. Произошло, ты видел? Нет. Что произошло? Ауи добивал эту вышку. Просто стоял там, плюх шейс, нанёс, подошёл ДК последнюю. Ну, не пошло. Сегодня не день бэкхэма, скажем так. Да-да-да. Ставится вард очень агрессивный от Пайлайдая, чтобы видеть перемещение здесь гирокоптера. Ну и что, Синг-Синг. Сруны хосты, сбриваются крипы и надо расстреливать вышку. Начинают сниматься. Ой, а тут поймали Пайлайдая, поймал с ХГ, увидел его гирокоптер, провязал просто все скиллы, ну и удачно забрал саппорт команды. Три крипа отжимают вышку у Синг-Синга, не достаётся на ему, две стоны руках у него. Не знаю, что там будет next собираться. И на Рошан, походу, идут ехаки, да, есть у них три крипа, неплохая пассивочка на хипориген и неплохая пассивочка на атаку. Ну что, заход на Рошана. Четвёртый тренд-тейм, можно попробовать. У Чена есть мека, есть олл-хилл, даже здесь масса опа, файтаться как-то можно. Драгон форму ДК есть, тоже может, в принципе, участвовать в файте. Ну, пока вроде незаметно. Не похоже на то, что спидгейминг будут драться, хотя... Есть ТП, есть, прилетают сюда Ауи. И проездом слип. Слип от мы, но видят это, видят гирхаки. Тримкоил по четверым! Как здорово! И сейчас должен быть Эклипс от... Да, забегая здесь Стерну Энви, крипов нет, но тренд-офф начали выводить, чтобы хоть как-то, но колдаун не по кому. Забирают Драгон Найта, пока никого не потеряли сейчас спидгейминг и просто разбегаются. Двух игроков потеряли и хаги. На каких плюшках остались просто спидгейминг? Вот ты посмотри, что ЦМка, что Луна, что... Ну вот сейчас Стерну Энви может не уйти. Начинает наваливать ему, да, Бэйн брейнсапом его забирает. Отделился он немного от команды здесь, Луна, ну и так далее. Ты так сказал про юзан слип, и я начинаю, типа, сопрошлать, какой слип? Слип от потмы. Ой, да-да-да, что-то я ошибся. От меня уже немножечко... Я жду, когда, типа, уснет вся команда и начнут их каразить. Я хочу посмотреть... А, гирокоптер все-таки забирает АЕС, успели они забрать Рошана, ну и в итоге-то... Все не так уж и плохо для... Да, Рошана забрали. Правда, Бэнди его байбэк, но это такое. Фурион Мидас на 16-й минуте. Не самый лучший вариант, но... Что ж. Ну, у гирокоптера зато есть уже БКБ, и он второй уже по натворцу. Я хочу посмотреть графики. Упали чуть-чуть графики. Да, около пяти было по золоту, стало к трешке, и пять тысяч по XP было, стало примерно около четырех. Даже уже три, может быть. Немного отыграли. Да, молодцы, и хаги держатся они, в принципе, очень хорошо. И выход в смок не видит их Bone7, и может отлететь сейчас. Инвиз, наверное, заберет в Боттл сейчас ДК. Забирает, да. Синг-синг. А Роу, ну надо успеть забреть до Инвиза, потому что просветки наверняка никого нет. Да, вот он проюзал Инвиз и уходит. Да, мог проюзать Старштор. Ой-ёй, новый попадает по ДК, ну какая же халява. Ну, ДК выживает, всё равно 200 хп ещё есть. Хотя, если бы она его сейчас, конечно, надобила, и ты новый, я бы... Если бы ЦМка вот тут ещё начала кастовать ульту. Да, кстати, Новый год у неё есть. Вот это вообще было бы жёстко. Да, такой ДК подходит, опа. Нового ульта, я такой, what the fuck, типа. Да-да-да. Ну, решает забирать Тауэр на топе спидгейминг. Получится это у них без проблем, конечно же. Это размены вышки на медле, потому что там тоже гопша нереальная подходит, два кентавра, страны... Ну и их хаки могут пойти дальше, в отличие от спидгейминга. Да, причём они вышку сравняли с землёй просто мгновенно. И придётся сейчас смещаться с спидгеймингом. Т2 уже начинает падать, фортификейшна нет, и судя по всему Т2 тоже упадёт, потому что сделать такое количество ТП надо какое-то время. Да, падает Тавр. А что? А почему спидгейминг продолжает... Я думаю, сейчас смещение на ботом будет и продолжит... Показывают на Т3, лоу! Да, это интересно, конечно. Заходит два кентавра, фортификейшна нет. А Егис-то есть ещё три минуты, и поэтому можно побаковать немного ехагом. Т2 на топе осталось, заставили сделать ТП оттуда. Ну и отходят сами. Пак, запрыгнул! Ну и что, будет цеплять? Нет, я думаю, что он не будет цеплять. Ну, не стоит бы, по крайней мере, не цеплять. Могло бы плохо кончиться. А Этернал Энви по-прежнему находится на топе, никуда он не уходит. Есть у него, правда, ТП, но и почти есть у него монта. Но, я думаю, это будет БКБ всё-таки перед монтой. Яшу он просто так забрал, пока себе. Поносить. Ну да, на топе также герокоптер. У него 2000 голды летит. К нему что-то. Это что-то. ТП. Думал, у него уже всё настолько хорошо, что у него есть какой-нибудь там, какая-нибудь Яша. Но, просто 200 голды у него есть. Внизу ДК ничего у него. У героклапна в сташе лежит. У Фуриона тоже, в принципе, ничего такого. У него потихонечку будет БКБ, наверное, у Драгон Найт появляться. Тут вариантов особо нет. Да, 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 конечно. Но, в целом, всё равно, ситуация пока ещё достаточно плачевная. У Екагов. Очень слабенький артефакт пока. Но и у Спидгеймера. АРОУ, какая же здоровская АРОУ от Син Синга. Опять-таки, падает Новый Год, тут же от Сэмки. И забирают здесь Драгон Найт, они дадут ему уйти. Кристал Мейден забирает килл. Блин, как же играет этот Син Син Синг? Это такая царюга на потме. Пёртый очень этот Син Синг, я бы сказал. Вот эта вот стрела, она просто такая. Не, ну, как бы, no luck, only skill, понятное дело. И забирают, точнее, фармит Эншентов Этернал Эндвис в своих стаки. Ну, это у него удаётся очень хорошо. Есть монта у него, всё-таки не будет это БКБ, это будет монта. Интересное решение. Ну, на самом деле, в принципе, да, тут не очень много скиллов. Мой любимый артефакт, Мельнир. Это же... У кого? А, это у... Синг Синга, там. Мельнир унёс, очень скоро будет, точнее, уже есть. Уже есть, ему осталось просто купить себе таблетку. Да, он её покупает. Ну, Синг Синг вообще крэйзи какой-то игрок. И будет заход сейчас на гирокоптера, убьют его в секунду. Да, гирокоптер есть Аегис, но его дропнут Аегис. Он сейчас БКБ прыгает. А, не-не-не, тут очень много сейв ТП, ульта ЦМК, кулдаун, Синг Синг. Под один попал, но уходит, уходит от второго. Но вот ЦМК, скорее всего, не уйдёт. А хотя, почему нет? Уйдёт. Уходит с ТПаута. А, нет. Они просто исчезают один за одним. Не успевают подстанить ДК. Не хватает, кстати, ульту Бэйн, хотя мог бы, наверное. Ну, в общем, стоит, по крайней мере, ЕХАГам продолжить пушить. Они сейчас запушат спокойно Т1 вышку внизу. Ну, Тауэй может вызвать фамильяров и попробовать подпушить тоже Медловую. Но он почему-то этого не делает. Ну, очень много, опять же, таких юнитов у ЕХАГов. И пушат они очень хорошо. Да, да, вышка на ботами упадёт очень быстро. Тут чё, и Меккой подхилили всю эту гадость. Пытается на топе Тёрного Энви как-то подпушить Т2. И он, кстати, подпушит её. Почему, кстати, боится? Видит же, что пять игроков находятся на ботами. Можно спокойно сносить вышку, сносит вышку. И в Медле пытается то же самое сделать Синг-Синг с Ауи. У Крипов Синг-Синг убивает очень быстро. Но это, получается, полторы вышки в одну. Это даже две вышки. Потому что Синг-Синг, скорее всего, добреет. Нет, испугался. Испугался, потому что смещаются сейчас ЕХАГи. Поймают сейчас какого-нибудь Чена. Нет, всё-таки. Не достаётся МК. Хотя у неё есть Форстаф. И с Форстафом-то можно и догнать, но... Это рисково, рисково, на самом деле. Ауи вылетает опять на вышку. Фамильяры заряжены. И вышка будет падать. Да. Правда, забирает её опять крипы. Как же не везёт. Сегодня Ауи с вышками. Да. Ауи не прущийся сегодня. Ну, и мы видим, что по Нетворцу уже опять лидирует уверенно Этернал Энви. За ним идёт Синг-Синг. И только потом идёт Гирокоптер. Очень большой... Разнос, так сказать. По Галде. 4 тысячи разницы. Синг-Синг, я не знаю, самый пёртый человек на этой планете. Сбирает дабло, там тут же появляется Реген. Фамильяры. А, и выживает Фамильярчик. Так. У Синг-Синга уже 2 тысячи голды сверх Мьёл Нера. И Медасики есть. Короче, у него всё очень хорошо тоже. Я вот смотрю по графикам. Оуу. Там по XP уже выше десятки. По Галде 6 тысяч. Ну, серьёзные, серьёзные проблемы. Ну да, 22-ая минута. На самом деле, по XP даже такой разнос очень значим. Это выражается в файтах. Ну, и зажались почему-то спидгейминг в своём лесу. Не совсем непонятно это почему. На самом деле, они сильнее и могут это демонстрировать. Но почему-то не хотят пока. Жду каких-то артефактов. Возможно, ждали Сатаника Этерн Венви, который вот только сейчас к нему прилетел. Есть Монта, есть Сатаник. Нет БКБ, на моё удивление. Но хотя ХП у него более чем достаточно, чтобы переживать рассказ. Да даже тот же Финцгрип. Ну да, тут по сути, если и цепляет его Финцгрип, то его ПКБ не спасает. А больше особых скидов нет. Чена нашли! Лул, как же подставился сейчас Чен. Просто мгновенно его сбривают. Медалька, нет, выживает. Ой-ой-ой! Ну, здесь Дримкоил просто царские по двоим. Бэйна сбривают, остаётся жив. Здесь, по сути, кто может дамажить, это только Герокоптер. Сатаник прожимает Луна, ну и Герокоптер отсюда не отпустит. С дабл дэмэджем ещё и Патмана стреливает очень сильно. Да, овничь просто. Просто овничь. И как раз подходят крипы к Т2, но тут, наверное, не хватит дэмэджа или хватит. Проламывают вышку, лол, даже через бэкдор протекшн. Это будет минус-торона, скорее всего, или хотя бы минус-то три. Ну, по крайней мере, это должно быть, да. Да, должны пойти дальше, я считаю. Ну, а чё тут бояться? Через 7 секунд будет снова Сатаник. Все себя чувствуют более чем... Просто побоялись. Нет, побоялись. Пошли фармить стакеншин. Ну, не знаю. По-моему, они слишком осторожно играют. Я имею в виду спидгейминг для, в принципе, не самых сильных, будем откровенны, соперников и как. Ну, прям вот очень-очень неосторожно. Скажи, это Рокскиз? Ну, Рокскиз тоже в последнее время, я уже говорил, что они вот, у них какие-то проблемы внутри коллектива. Неоднократно говорилось. Вполне вероятно, что, может быть, какие-то будут замены. Это не точно, но... Пока, Рокскиз. Ну, посмотрим, как они будут играть на Старладдере. Очередная пауза. Хе-хе, пишет. Байлайдай. Видимо, ему тоже нравятся паузы в играх. Как я люблю просто паузы. Кому-то роутер надо перестать. О, хэш эти. Нет, чтобы по кабелю играть. Вай-фай и всякие. Зажрались, зажрались. Кристалл Мейден уходит погулять. Так, я пока по этому пробегусь. Вот тут скоро у Пака будет, у Боун 7 будет Hex 2700 буквально. Ну, как буквально. Ну, у Мистик Став только осталось собрать. Кстати, у Ауи через 100 голды будет Аганим. У Патмы 3700 на руках. У Луны 200. Ну, и у Пайлайдай есть Форстав 800 голды. Ну, а у Ехагов есть Мекка и Владимир. На Чене, кстати, не так уж и плохо. На Фурионе есть Hex. У ДК все равно нету БКБ. Еще не скоро, точнее, через 1000 он только появится. Ну, у Гирокоптера есть Демонедж. И это тот случай, где я считаю, что нужно собирать Рапиру. Хотя бы, точнее, Доминатор и потом Рапиру. Потому что с МКБ тут будет сложновато. Ну, и у Бэйна МПБОТа только. Ну, а мы ожидаем его возвращения. И возвращается Цемочка. Да, недолго мы ждали, и это хорошо. И это хорошо. Гоу пишет, спидгейминг и игра продолжается. Что будет сейчас делать спидгейминг? Нужно идти, наверное, и пушить. Продолжать уже давить или хотя бы забрать Рошана. Но пока вот пойдут Поригениться немного Все игроки и я думаю Соберутся и опять пойдут Что будет собирать Луна Тоже интересный вопрос Баттерфляй скорее всего будет Я думаю что собираться есть в толщину Уже бессмысленно, можно конечно Приобрести еще БКБ Ну такое, я думаю что Ну да, БКБ ей не нужно Либо поймали Финсгрип Либо не поймали Финсгрип Другого не дано, особых таких магических Магического дэмэджа немного, разве что там Задувка и может быть Ульта Герокоптера, ну и все Это все отрегенивает Сатаник Здесь цепляют как раз таки Терну Энви Пытается пережить, если успеет нажать Сатаник может отрегениться, нет, не успевает Нажать Сатаник, тут через кулдаун И все-все-все его забрели, ну и БКБ в этой ситуации Никак не спасло Но вот что он там делал, вопрос, вот в чем Что он делал у врагов Буквально на базе почти Такое себе решение От Этернал Энви А, Роу А я не попал, но посадили фамильяров Вот как тут, сейвили На Рошана заход будет Я думаю не дадут забрать Рошана Тут может быть даже быть Байбек Луны, хотя вряд ли Ну, или все-таки отдаются Не, пак будет откидываться Тут есть чем пооткидывать, сейчас Цемочка подойдет, возможно, нову даст Да, вот что и происходит Ставится на нее стан Фамильяры сейчас три штуки подлетят Посадят по очереди, скорее всего А Роу прилетает Тренту Ну и вот отгоняют Отгоняют На самом деле, пак запрыгнул Дримкоил по-троим Выталкивают его обратно Вживает Буквально на Синг-синг на хосте Сэнжельяшей Отправили на базу Ну и все Рошанчик отбит Луна резнулась А у нас делал байбек, кстати Да, да, да Я же говорил, что Этерналан Нужно делать байбек, чтобы забрать Рошан И все-таки Он это делает Забирает Рошана И могут спокойно дальше идти Правда, вот паку нужно Лететь на базу Потому что у него нет Ни хп, ни мп И он это в принципе делает Ну что, синг-синг Си тоже 1400 хп имеет Бешеная скорость атаки просто Хп тоже В порядке Да, ну и Ехаги почти Потеряли Уже надежды какие-то В этой игре И зажали справа на базе Никуда не выходят БКБ есть у ДК Это, кстати Так, Чена сейчас цепанул Да, есть Вижен у ЦМки Тут же колба И можно кастовать Новый год Есть Новый год Пытается что-то делать Ничего не пытается сделать Здесь просто погибли все от раскаста Пытается уйти в БКБ Здесь Драгон Найт Но, походу, его не отпустят Нет, отпускает Но потратил БКБ И ребята сейчас могут пройти Зайти на хайграунд Что, до конца гейминг? Отлично Расконтролил просто своих пеньков Фурион Не смог он убежать Потому что они шли ему на перерез И, ну, хорошая игра Действительно Никто не спорит Есть А, Монта мне показалась Упадмай Это просто руная иллюзия Была Да, не стоит забывать Что у Синсинга Всегда есть руна Даже когда ботов просто покупается Ну что, бонус 7 Цепляет дримкойлом ДК, скорее всего, погибнет Если сатаник Сатаник Включился Ну и вот Пару только тычек успел сделать Ну и этого было достаточно На самом деле Чтобы убить ДК И уже очень мало ХП у Чена Он только пришел И уже вынужден идти на базу Так, здесь ЦМку забрали С него выбили гем Прилетает сюда Фурион Клдаун Ауи отходит Есть просветка Ауи цепляют Хекс Хекс у Фуриона Ауи Ну, по сути, всему уходит Да, сейчас кончится просветка Совсем скоро Луна выходит сатаником И Какой Ару Только что от Синг-Синга Но не будет продолжения Хотя могли бы Есть, в принципе Егис у Луны Есть сатаник Есть Монта А могли бы и продолжить На самом деле Но вот Не захотели Ну что ж Сатаником отрегенилась Луна до Фула 3,5 тысячи на руках Но не получился Заход на хайграунд Кстати, вышку покалечили Вроде как Пищу хп у нее сняли Но Жива Пока еще Думаю, со следующего захода С ней уже дела будут покончены Да, вот вроде И сильнее намного Спидгейминг Но вот по-прежнему У них Не удается Зайти На хайграунд Очень много от пуша У хайгров Даже все Т3 Таура стоят Правда На миду Очень немного хп У этого Т3 Таура Что Неужели заход будет По топу Я вижу, что Этермолену И подпушивает топ Решили заходить На фуловую вышку По новой Страна Но есть у него Правда Третий эклипс И можно сейчас Подраться У Пака Тоже есть ульт Есть гем До хикса Еще так нормально Ой, как же Даже иллюзии Неплохо Харасит вышку Нет, все-таки Заход в мидл Драгонайт Стан Должен быть Финсгрипп Есть финсгрипп Надо чем-то сбить Да, сбивает Тут же бонус 7 Должен включаться Сатаник Сатаник включился Пошли тычки Но не потому что Регенится ДК продолжают Рассказ От визажа Ну Это минус 4 Минус 4 От спидгейминг И начинают сносить Не успел Гарокоптер Провязать БКБ Потому что Посадил Очень грамотно Ауи птичек И просто его застанили И не дали ему Ну и заход на Т4 Сразу Да, почему нет Точно Но это Роняет Аегис Ну это понятно Такое все Уже Сейчас Монта еще Как раз таки будет Кто будет? Монта Стайл Монта А, Монта Марс Ра влетает Из ниоткуда Я вот Я несу Возмездие Во имя луны Начинает падать Эншент ГГ Пишет Ехак Что ж Первая игра Падает в копилку Спидгейминг За 30 минут Они управились С чем мы их И поздравляем Наверное Ну и посмотрим Возможно еще Камбэк от Ехак Правда надо выиграть Две игры подряд Ну а сейчас мы уходим На небольшую музыкальную паузу Буквально я думаю Минуты 3-4 Понадобится ребятам Чтобы перезайти в лобби Ну и мы с вами продолжим Освещать для вас Сегодняшний игровой день Да, последняя игра Возможно Ну последняя игра В смысле матч А, матч Да Субтитры сделал DimaTorzok